Всем привет! А мы продолжаем наш тур по городам России. Сегодня мы находимся в Екатеринбурге, столице Урала, город оживленный, динамичный, большой. Сегодня вам покажем пеший маршрут на 1-2 дня, что здесь можно посмотреть, какие достопримечательности, поесть местную кухню. Оставайтесь с нами, будет интересно! А сейчас мы находимся на площади 1905 года. За моей спиной находится Мэрия. Посмотрите, какая она красивая? Этот шпиль наверху. Я когда это увидела, я просто не могла отвести глаз. Очень красивое здание. Город готовится к 9 мая. Здесь будет проходить парад. Еще что немаловажно, и что привлекло мое внимание, дорога выложена брусчаткой. Эта площадь считается самой старой в городе, и она является главной. А сейчас здесь рестораны, магазины, фонтаны, место, где хочется гулять и проводить свое время. Здесь малоэтажная застройка. Мне здесь очень нравится. Если вы приезжаете в Екатеринбург, это первое место, которое нужно посетить. Ну, а я стою у подножья Ленина. Он говорит вам привет! Буквально немножко отошли от площади. Вон там еще виднеется шпиль, а мы уже на историческом сквере. В простонародье это место называется Платинкой. Здесь находится городской пруд. Вдоль него гуляют, также катаются на самокатах. Любимое место местных горожан. А вон там виднеется наша следующая точка, достопримечательность, дом Севастьяновых. Отправляемся туда дальше. А вот мы уже подошли к тому красивому зданию старого Екатеринбурга, дом Севастьяновых. Сейчас это резиденция президента Российской Федерации. Очень яркое оформление дома. Является памятником архитектуры России. И изображение его было отчеканено на памятных серебряных монетах Центрального банка России. Ну а теперь давайте прогуляемся вдоль набережной до храма на Крови. За моей спиной находится храм-памятник на Крови. Это действующий православный храм. Был построен в 2003 году. На этом месте содержались под арестом, и были расстреляны последний российский император и его семья. За храмом находится храм Вознесения Господня. Это самый старый храм в Екатеринбурге. И также в 700 метров от храма находится усадьба Харитонова-Расторгуева. А мы решили посмотреть на Екатеринбург, повыше подняться. Мы находимся у самого большого здания в Екатеринбурге. Бизнес-центр Высоцкий. Сейчас на лифте поднимемся на самую крышу. Так, стоимость 400 рублей. Льготный 300. И дети до 5 бесплатно. В общем, короче, не дешевое удовольствие. Нам на всех нужно 1600. Это наверх, чтобы подняться. Ты уверен, что хочешь туда идти? Так, мы неправильно прочитали. В общем, нам обошлось в 1200. Дети были по льготному тарифу. И в стоимость входят еще билеты в музей Высоцкого на первом этаже. А мы стоим в очередь. На лифт нам ехать на 52-й этаж. Вот сюда вот. И отсюда будем смотреть на Екатеринбург. О-ху-ху. Ничего себе здесь вид. Обалдеть. Слушайте, ну как красиво. Мы вот только что вон там были, прошлись вдоль набережной. Дальше вот там храм на крови. И вот мы уже здесь вот так высоко-высоко. Увидели другую. Другой водоем. Вон тут тоже высокое здание жилое. Давайте прогуляемся по смотровой площадке. Здесь можно в бинокль посмотреть. Такое в связи с ее маленькой. Машинки прям миленькие. Ну и зайдем в музей Высоцкого. Так интересно. Смотрите, он из воска стоит Высоцкий. Его автомобиль. А здесь комната. Стол. Чашка. Где он писал. Ялчайок. Работал. Гитара. Черновики. Смотрите, заявление с подписью снова Высоцкого. Семиструнная гитара. Предлежала Владимиру Высоцкому. Входная дверь из последней квартиры Владимира Высоцкая. Здесь не только можно посмотреть вид на город на смотровой площадке, но и посетить на этаж ниже ресторан и с таким же прекрасным видом пообедать или поужинать и посмотреть на город. Ну а мы отправимся в другое очень интересное место. Отведаем местную уральскую кухню. Поехали! Идем в ресторан Зверобой с уральской кухней. Уральские традиции. У нас столик заказан на Алексея. Можно нам цвет Зверобоя? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, детская комната тут есть. Здорово. Есть детская комната. Такая немаленькая, кстати. Деткам будет чем заняться наш. Хорошее место. Открытая кухня. Смотри. Смотри. Спасибо. Спасибо большое. Класс. Давайте посмотрим меню. К нам пришло блюдо. Рыбная тарелка. Уральские рыбы. Муксун, Нельма и Кижич. Вот такие хлебцы. Местные здесь производят. На гриле нам сделали. Сейчас будем все это дело пробовать. Вот это вкуснее. Нет, это прям вкусное. Прям копченое хорошее. Вот это как будто сырая, а вот это прям вкусное. Так, у меня муксун, глазированный сиропом с иван-чаем вроде, как мне сказали. Цитная капуста. Икра из кого? Из пеледи. Из пеледи и соус. В общем, давайте пробовать. Правда вкусно. Неужели это суп? Неужели это пельмени? Очень нежно, не жирно, очень вкусно. А у Леши пельняни. Пельняни, да. Внутри пельменей говядина, косуля и свининка с квашеной капустой, сметанка с пихтой. Вот. И все это в бульоне. Нам принесли настойки лимонная, клюквенная и... Комплимент. Да, это комплимент каждому гостю по три настойки. То есть нам вот принесли. Это не все мне. Так, лимонная, клюквенная и... Смородина, вы, по-моему, сказали, да? Сказали, что она самая сладкая. Я поднимаю сначала? Ну, лимончелло. Ну что, пробуем? Прикольная. А съемки в Викторинбурге нас проходят при участии Свердловской киностудии. В лице Владимира. Продолжим свою прогулку по улице Горького. Смотрите, издалека мы смотрели с высоты на это здание и теперь решили посмотреть на него вблизи. Мы еще заскочили в одно очень интересное место. Набережная, река и сеть. Параллельно эта набережная находится улице Горького. Я просто в восторге от этого места. Посмотрите, какое красивое. Гуляешь, здесь такой прохладный ветерок. Зеленые деревья. Там находится детская площадка. Вокруг очень красивые здания. Мы заглянули вот в этот ресторанчик Гави с отличным видом. Сюда можно там посидеть. Кухня там очень вкусная. Если будете здесь, заглядывайте. И вот сверху мы видели вот этот дом. Такой золотой стеклянный. Тоже очень красивый. Находится здесь рядом с этой набережной. Какая красотишка. Я прям не могу. Мне так нравится. Смотрите, там еще вечером включаются лампочки. И тоже будет очень красиво. Лавочки вон там есть. Зеленая трава. Территория облагороженная, чистенькая. Ну и не могли вам не показать наши апартаменты, в которых мы остановились. В Екатеринбурге. Стильные, уютные, с хорошим ремонтом. Есть 4 спальных места. На кухне есть все необходимое. Холодильник, микроволновка, духовка, чайник. Находятся в очень удачном месте. До Гринвича идти в 5-7 минут пешком. И конечно в инстаграме полетели вопросы, что за апартаменты. Дайте ссылочки и так далее. Внизу в описании к этому видео мы оставим ссылки на R&B, на booking. Если вы собираетесь путешествовать в этом году по России, не только. Пользуйтесь ими. Будет вам бонус, вознаграждение. Там около 2000 рублей на ваше бронирование, на любые апартаменты. На эти тоже оставим конечно же ссылку. В том числе и на отеле действуют эти ссылочки. В общем все контакты внизу. А вот вам настоящая уральская погода. Утром было жарко. 26 градусов. Мы водились по летнему. А сейчас уже дождь и 14-15. Мы идем по улице Вайнер. Это пешеходная улица. Видно, да, что здесь люди гуляют. Сейчас, правда, не вовремя пошел дождь. Кстати, вот этот очень красивый дом. Посмотри какой. С лепниной. Замечательный. Вот. Она небольшая, но тем не менее. Она идет, начинается от Гринвича или наоборот заканчивается. И в ту сторону двигаешься от него. Сейчас мы дойдем до этого места, откуда начинали свой пешеходный маршрут. Площадь 1905 года, где стоял Ленин. Стоит Ленин. Экстремальное у нас видео какое-то получается. Слушай, нам надо куда-то заходить, походу. Дождь, ветер усиливается. Мы заехали в Ельцин, в центр посмотреть, как здесь красиво. И посмотри туда! Вот это башня, вот это красота. Екатеринбург-сити. Пошел сильный дождь и мы решили спрятаться в торговом центре Пассаж. Прогуляемся здесь. На этом заканчиваем наше сегодняшнее видео. Следите за нашими путешествиями по России, по городам России. Подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч и пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok